Друзья, добрый вечер! С вами Светлана Дильман и это передача «Миры эзотерики». Я так долго хотела начать эту передачу, я так долго и в таких форматах об этом думала. И вот сегодня, читая книгу Барбары Шер «Работа твоей мечты», где она описывает, как совокупность идей может привести к идеальной работе, как можно нафантазировать себе идеальную работу, я вот вернулась к тому, что мне нужно сделать эту передачу, передачу по эзотерике, по тонке энергии. Я очень долго к этому шла, я очень долго этого хотела. И вот я, наконец, делаю это. О чём будет эта передача? Эта передача, в первую очередь, будет о тонких энергиях, об особых способностях, об энергетике человека. Вот то, что называют эзотерикой, это непознанное, тонкое. Вот об этом, о душе человека, о сознании, подсознании, о том, что в нас творится, в нас в широком смысле, да то, что, как правило, выходит за определение классическое, да, человека, то есть это вот тонкие тела и так далее. Периодичность выпусков, я сразу скажу, я хочу делать выпуски очень часто, но у меня есть очень в то же время жёсткие такие ограничения сейчас по времени и так далее. Поэтому как часто реально получится делать выпуски, я не знаю. Мне хочется, ну, скажем так, это будет от еженедельных выпусков до ежедневных. Конечно, очень тоже мне важна обратная связь от вас, как вы это воспримете, как вообще вот вам лягут эти выпуски, да, скажем так, что вы для себя из этого будете выносить. Мне хочется, это очень важно, чтобы эта передача была вот ровно такой, как мне хочется, как мне видеться. То есть тут не будет какого-то вот жёсткого формата, что вот только так или только вот не так, да, то есть как-то по-другому. То есть мне хочется сделать вот всё, что мне взбредёт в голову. То есть началось всё с того, что мне хочется делиться своими знаниями по эзотерике. Это самая, наверное, большая моя компетенция в этой жизни. Это действительно тот опыт, который я приобрела вот за мою взрослую сознательную жизнь. И я могу вам сказать, что, скажем так, заканчивая школу, ну, или где-то вот так ближе к концу школы, там класс, может быть, там 8-й, 9-й, вот если так далеко зайти назад. То есть, скажем так, это какой, допустим, был год, это были годы, допустим, 96-й, вот так вот, 97-й. То есть если вот вернуться назад больше, чем на 20 лет, то я совершенно не могла даже предполагать, что я буду заниматься вообще чем-то, связанным с областью непознанного, изучать вот тонкие, так скажем, аспекты человека, человеческой природы. Совершенно не поверила бы никогда. И тем не менее, почему вам, как зрителю, может быть, полезна, интересна эта передача? Мне хочется всё-таки, чтобы она была скорее интересна, чем полезна. Хотя, безусловно, я предполагаю, что огромная польза, опыт, и я бы даже рискнула сказать, трансформация будет происходить с каждым зрителем, вот те, кто смотрит передачу регулярно. По крайней мере, таково моё намерение. Потому что мне хочется не просто, чтобы посмотрели передачу, не просто, чтобы это было каким-то очередным зрелищем, или, ну не знаю, просто какие-то истины там, или какую-то философию, да, которую я буду озвучивать. Не что-то такое, а что это поможет вам раскрыть новые стороны в себе, что эта передача пригласит и поведёт вас в некое путешествие, путешествие внутрь вас самих, в новый мир, мир больший, на самом деле абсолютно безграничный, вот больше, чем мы привыкли, да, жить. Это очень интересно, это очень увлекательно. Почему вам, как зрителю, стоит смотреть эту передачу, вообще доверять мне? Во-первых, я абсолютно... Конечно, это не совсем правильно, я уж точно не скромно так говорить, но я действительно знаю, о чём я говорю. У меня есть огромный опыт применения тех знаний, о которых будет вестись речь в передаче. У меня есть определённый тоже большой опыт обучения я самой, что я прошла большое обучение различным эзотерическим навыкам и тонким способностям. Я развела в себе эти вещи в течение моей взрослой жизни. Мне сейчас 34 года, когда я снимаю этот выпуск. То есть у меня этого не было, у меня нет в роду никаких ни бабок, гадалок, ни чего такого, никого такого. То есть это то, к чему стремилась моя душа и что я развела в течение этой жизни. И это очень важная цена для меня, и это тем ценнее и важнее, что мой путь изначально, как вот начертили мне родители, предполагалось, он должен был быть совсем другим, связанный с бизнесом, с экономикой, с управлением крупной компанией и так далее. И я выбрала сама совершенно другой маршрут и пошла по нему. Но, знаете, долгие годы, хотя я вот уже сознательно стала впервые, так сказать, открыла рассылку, стала делиться знаниями, информацией, своими мыслями по вот этой скрытой стороне жизни, по катаклизмам, связанным с нашей планетой, по изменениям, которые происходят в нашем мире на тонком уровне, ещё в 2004 году, несмотря на это, я как-то, знаете, боялась, что ли, до конца вот постулировать какие-то истины. Мне казалось, что вот увидит или услышит это какой-то человек, который более компетентный, чем я, и он, значит, что-то мне доскажет. То есть не то, что вот, знаете, ведь эзотерика – это не та область, где вот, так сказать, есть кандидаты наук, там, мастера спорта, да, но в то же время, конечно, эта область, может быть, менее, как сказать, менее вот так вот поделена, да, на такие вот какие-то понятные всем категории. И достижения в ней тоже иногда тяжело измерить. И действительно много мошенничества. Ну, по крайней мере, мы слышим об этом. Я сама, слава богу, с этим ни с чем не сталкивалась. Вот мне всегда казалось, что вот как я могу быть так вот уверена? Ну, может быть, на начальном этапе, да, действительно было сложно что-то вот утверждать однозначно. Я действительно не знала много тех вещей, которые знаю сейчас. И мне всегда казалось, что вот нужно действовать с оглядкой, что вот как кто посмотрит, кто что, значит, скажет. Но сейчас, во-первых, пройдя огромный путь, когда я прошла обучение целительству, развитию интуиции, развитию других тонких навыков, многолетняя история занятий цигун, и так далее, и так далее. То есть те вещи, с которыми я, честно говоря, думала, никогда не столкнусь в этой жизни. И я не просто прошла сквозь это, а я этому обучилась, я этому обучала других людей и обучала успешно. я вела сеансы целительства, оздоровления, то есть энергетического оздоровления, скажем так, по альтернативной медицине, для тех, кто далеки от областей нетрадиционной медицины, поясняю. то есть вот этот вот опыт, да и плюс личная практика, личная проработка, вот это всё действительно изменило меня, и я понимаю сейчас, что мой опыт, мои знания, то, чем я могу поделиться со зрителями, это совершенно уникальное что-то. И именно я должна стать вашим проводником в определённые области, где вы, вероятно, никогда не были, или подстраховать вас в тех областях, когда вы решите пойти туда, куда вам хотелось давно, но вы не решались, или не могли, или боялись, вам не хватало поддержки. Как я уже сказала, вот тематику выпусков я обрисовала, о чём будет каждый выпуск, в каком ключе, в каком виде, я не знаю. Я не знаю, и я буду стремиться, чтобы это было абсолютно аутентично со мной, то есть, чтобы абсолютно я доносила то, что я считаю важным донести, то, что я считаю ценным донести до вас. Мне хочется сказать жёстко, я не слезу с вас пока. Пока вы не услышите, пока вы не увидите. Хотя я понимаю абсолютно, что право выбора, оно только за вами, да, смотреть или не смотреть, слушать или не слушать, осваивать новые навыки, потому что я буду делиться с вами, как развитие или иные особые способности, дары и таланты, как научиться чувствовать энергию, как ей управлять, как общаться с вашим духовным наставником. То есть, это те вещи, которые я умею делать, умею делать хорошо, и я однозначно могу стать вашим правдником в эти миры. Почему это очень важно для современного человека? Вы знаете, я очень вижу, что вот сейчас нам не хватает какой-то вот в целом современному человеку западному, да, скажем так, не хватает какой-то вот философской основы жизни, что ли, знаете, не хватает вот работы и обращения к самой сути человека, к душе, апелляции, вот к чему-то внутреннему, непознанному. Потому что у нас очень много сейчас внешнего, да, сейчас технологии очень развиваются, вот у нас интернет развивается, да, YouTube, то есть, ну, что угодно. У нас социальная система претерпевает большие изменения, да, у нас появились социальные сети, то есть у нас общение вытесняется из реального виртуально, но вот и люди как бы попадают, да, вот в это вот некие крысиные бега определенные, когда больше занимаются внешними вещами и стремятся выстроить свою жизнь вот по каким-то внешним критериям, там, успешная работа, там, высокий доход, например, хорошая семья. Это все, безусловно, важные вещи, да, если это согласуется с вашими ценностями, но нельзя забывать про внутреннюю составляющую, про гармонию, про целостность, про то тонкое, непознанное и неизведанное, что хотя мы многое об этом не знаем, не значит, что мы имеем право это игнорировать, не значит, что мы не должны это изучать, не значит, что мы должны прожить жизнь в неведении. Поэтому я делаю свою передачу «Миры эзотерики» как раз об этой стороне, а не познанной, а тонкой. Мы с вами, друзья, будем развивать интуицию, мы будем изучать сны, мы будем разбирать то, как помочь себе, как оздоровить самого себя, как оздоровить своих близких энергетическими способами или с помощью вашего сознания, осознанности, не с помощью лекарств, как рекомендуют врачи, хотя, так сказать, этот способ существует, мы будем говорить о другом внутреннем способе. Мы будем говорить о предсказаниях будущего, о прочитывании собственного будущего, потому что это может делать каждый человек, это в ваших, так сказать, возможностях, и почему же этим не пользоваться. Я расскажу, если, опять-таки, будет интерес с вашей стороны, как общаться с вашим духовным наставником. Это тоже одна из интереснейших тем, на которые я вышла за время своей практики. Будем говорить про ченнелинг, про то, когда вы можете выступать каналом и принимать информацию от духовных учителей, от, так сказать, источника. Мы не будем касаться религии напрямую, то есть неважно, к какой конфессии вы относитесь, мы будем использовать религиозные понятия, но это не связано, если я не буду говорить об этом где-то прямо, с какой-либо религией. Поэтому вы можете быть религиозной или нет, духовность с религией не связана на самом деле, друзья мои. Может быть, мы будем говорить о фэн-шуй, о четырех столпах судьбы, это китайская система предсказаний. Я не знаю, если это будет интересно, поговорим. Вот о чем я хочу попросить вас, дорогой зритель. Прямо сейчас вы посмотрели вот этот выпуск. Не поленитесь, оставьте комментарий. Оставьте комментарий внизу, напишите, о чем вы хотите услышать в ближайших выпусках. Сразу скажу, не значит, что я побегу делать именно такой выпуск, который вы напишите, но мне очень интересно, насколько далеко вы прошли в изучении себя, что вы знаете про себя, про свою энергетику, про ваши тонкие тела, о чем больше всего вы хотите узнать в ближайшее время. Я точно знаю, что могу вам помочь развить определенные стороны в тонком плане вашей личности. Поэтому обязательно напишите об этом. Мне это очень важно. Меня это однозначно поддержит и подбодрит. Это просто приятно, получать обратную связь. И любые конструктивные комментарии, я буду этому очень рада. Как я уже сказала, не знаю, когда выйдет следующий выпуск, но надеюсь, что скоро. И до новых встреч. Хорошего нам пути. И буду рада вести вас в мир эзотерики. С вами была Светлана Дильмана. Пока.